24 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации со своей лекцией выступил руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров. В современном мире важное место занимает правильное продвижение своих проектов на разных платформах ВКонтакте, Телеграм, Рутюб и многих других. Поэтому Казанский федеральный университет заинтересован, чтобы студенты могли правильно ориентироваться в интернете. В современном мире так уж получилось, что социальные сети являются неотъемлемой составляющей бытия. Так же, как гравитация, так же, как атмосферное давление, так же, как осадки, которые либо есть, либо нет. Но мы знаем, что не хотим промокнуть, берем зонтик условно. То есть социальные сети – это то, что есть все. Это не то, чтобы супер-хайп какой-то. Они существуют. И, соответственно, поскольку там присутствует подавляющее большинство людей в том или ином качестве, надо, по крайней мере, понимать, как себя вести. Надо понимать, что такое цифровая гигиена, чтобы какие-нибудь там службы безопасности, какого-нибудь банка не увела у вас последние деньги с карточки. Чтобы не слить свои пароли, чтобы злоумышленники все услышали, не показали переписки. И вот это все составляет в том числе и понимание того, а как мы коммуницируем с людьми в медиапространстве. Тема лекций была выбрана не случайно. Как утверждает сам Вячеслав Прохоров, большую важность в социальных сетях приобретает правильная коммуникация между совершенно разными людьми. Особое внимание спикер уделил теме популярности. Большинство просто не понимают, как правильно выстроить схему, чтобы добиться хорошего заработка. Идеи кончаются, сил не остается, а цели достигнуть нужно. На преградах и трудностях Вячеслав Прохоров заострил свое внимание, отметив, что добиться известности можно только благодаря упорному труду и самоотдаче. Я всем рассказываю, хочешь стать популярным, можно это сделать за один день. И тут уже начинается вот это закапывание в детали, в какую сторону, ну, чего мы хотим-то, собственно, и какими мы ресурсами обладаем для достижения этой цели. Ну и дальше, потому что запрос есть, вроде как есть ассоциация, что популярность равно много денег, но есть много мифов, которые тоже хотелось бы развенчать, что, ну, бывает в жизни ситуация, когда проснулся знаменитым и богатым, но обычно все-таки в реальности этому предшествуют дни, недели и годы пахоты, вот это боли, страдания, крови, пота и всего остального. Ну, я утрирую, конечно, в некоторой степени, но вот какой-то баланс приходится ловить. Отметим, что Вячеслав Прохоров в Казанском федеральном не впервые. На научном фестивале «Про наука» он прочитал лекцию про ВКонтакте, объяснил, что это за платформа и каким функционалом она обладает в 2023 году. Также он обратил внимание на некоторые особенности платформы и показал основные ее преимущества перед другими подобными в интернете. Аделя Файзулина, Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универновости.